Здравствуйте. Большой привет из Калифорнии, из сердца Силиконовой долины, из сердца Михаила Портнова. Говорила мне жена, говорила, постригись. Я хочу сказать, что я присутствую на съемке, немножко пострадавший от переедания, потому что мы не знали и нас никто не предупредил, но мы взяли на двоих то, что надо было бы на четверых примерно съесть. Хоть мы и в общем не то что мелкие букашечки, но в общем-то переели короче. Так чего, я думаю, друзья, что раз нас Людмила находится в таком путешествии. Затяжной прыжок. Неделю пока, да? Больше уже. Я приехала пятого, а сегодня уже семнадцать. Сан-Диего пятого. Сан-Диего пятого прилетела. А мне казалось, что всего ничего там было. Вот как интересно. Ну хорошо, про перелет я не буду спрашивать. Ну, прилетела и прилетела. Самолет и самолет, да. Что там в Сан-Диего? Вот если человек спросит, вот я слышал про Сан-Диего что-то, но вот, ну так, а что это? Что это? Я когда на самолете летела, я до этого немножко, я когда первый раз летела на самолете над Орландо, я думала, сердце у меня просто от счастья, от красоты остановится, потому что такой красоты просто быть не может. Это нереальная красота. Когда я летела над Сан-Диего, я поняла, что да, красивая Флорида, красивая Орландо. Но когда я летела над Сан-Диего, у меня сердце еще дважды остановилось. И когда меня Лена повела на пляж, я видела, я видела в видеопляже. Я видела этих котиков, морских котиков на пляже. Но когда я сама пришла, то есть не нравилось, но когда я сама пришла, первое, что я закричала, хочу здесь жить. Хочу здесь жить. Котиков имеются в животных, не десантников. Морские котики. Я же с ними плавала. Прямо вот так вот, они редко плавали. Прямо вот так вот, в ногах, в руках. Это очень сказка, это очень нечто. Ну и? Ну и? Вот плывает котик и говорит, ты что тут это? Слушай, насколько теплая вода? Очень теплая вода. Градуса, наверное, 24, может быть, 25. Молоко парное? Нет, не парное молоко, но такая очень приятная вода. Там, где котики, там сразу глубина. А на других пляжах мы купались. Идем, идем, идем. И мы заехали. Там есть полуостров какой-то в Сан-Диего, где расположена гостиница, забыла, как называется. Там снимался фильм «Джазе только девушки». Я туда приехала, у меня почему-то, во-первых, любимый фильм, наверное, все. Хороший. Хороший. И у меня что-то внутри просто, вот у меня было ощущение, что я попала в прошлую жизнь. То есть узнаваемое место. И как будто бы, и как будто бы у меня трепетало все внутри. Хотя, ну что тут? Да. Такой вопрос. На пляжах, там, это, ну… Голых нет. Ну, симпатичные. Есть эффектные? Мужчины, да. На женщины не смотрят. Ну, есть, тут и здесь, там, качки, там, сэкспект. Ну, конечно. Но, к сожалению, все обезображены тату. Ну, 95% населения просто обезображены тату. Это странно очень. Ну, мне лично нравится их снимать. Потому что, когда человек видит, я тут снял, и там снял. А люди смотрят оттуда, да, и говорят, что случилось, почему так? Вот. Но у меня вот есть русская девочка здесь. Вот когда мы заглянули в класс-то, и она так радостно там начала махать руками. Вот она узнала Людмилу, и, ну, был урок. Они там сильнее помахали. Да, да. Ну, это прямо аж вскочило. Вот. Она тоже мне показывала, значит, у нее тут вот очень красивый, значит, цветочек. Ну, ты кому-то показывали, ребята все видели. Нет, ну, есть, например, есть такие моменты, когда тату надо закрыть какой-то изъем. Ну, там бывает, допустим, женщина сделала, вот как Роза Сабитова, давай поженимся. Она сделала себе операцию на животе, и там узкался шовчик, она закрасила там, нарисовала цветочки. Я это понимаю. А кто живот-то ее видит? Ну, любовник, может, какой красивый. То есть, практически для одного человека. То есть, она это сделала, потому что была определенная ситуация, была определенная нужда. Но когда люди просто так себя разукрашивают тату, я, ну, я не против, я не против этих людей, они нормальные люди. Но вот почему-то у меня идет какое-то вот… Традиция. Традиция. Что-то может быть. Ну, хорошо. Пошли вы по пляжу. Там мужики симпатичные, обезображенные тату. Дальше что там? Ну, вот… Как-то на мужиков вообще не смотрела. Хорошо. А что там? Там скалы. Самое главное – это очертания, пляжные очертания. Скала. Тут такая, тут вот такая, тут вот такая. Прямо каменюка? Пещеры, гроты. Там такая красота. Пляж узенький, пляж широченный. Угу. Там, где вот эта гостиница находится, в джазе только девушки снимали, там пляж, степь гостиницы. Я представляю, как человеку трудно дойти от гостиницы до пляжа, потому что километр надо идти до пляжа. Ну, метров по 700. Мимо этих пещер? Нет, там пещер нет. То есть там есть берега песчаные, вот эти пещерные, а есть берега просто ровные, просто, просто равнина. Так вот там равнина. По песку прям идешь? Да. Ты выходишь из гостиницы, маленькая дорожка, и тебе надо идти до пляжа, ну, метров 800 – это минимум. Представляешь себе? Ну, не по песку, а все-таки по дорожке. Нет, по песку. Вот идет, вот идет гостиница, дорожка, идет пляж. Просто пляж настолько широченный. У нас в Флориде широкие пляжи в некоторых местах. Такого широкого пляжа нет. Я помню, во Флориде там лежишь на пляж, там еще машины мимо ходят. Да, это на Детони Бич. Да, да. Здесь я такого не видела. Нет, у нас такого нет. И тоже пляж для собак мы с Леной пошли, сходили, там, где хозяева выводят собак, и собаки там прямо плавали. И за хозяинами, за шкварняк хватали, давай, давай, давай. Ну, хорошо, все-таки вот мы, у нас народ, да, издалека, и они все думают, как там Сан-Диего? Сан-Диего, красивейший. Я почему-то думала, что Сан-Диего – это маленькая деревня, если честно. Я думала, маленький городок прибрежный, а оказалось 3,5 миллиона жителей. Очень большой, очень большой город, мы ездили, ездили, и самое интересное, что Сан-Диего граничит с Мексикой. Мы с Леной поехали прямо на границу Мексики, дошли, там надо пешком идти, такие вращающиеся… Турникеты? Вращающиеся, как вот в гостининах двери. Да, да. Ты становишься и вместе с дверью туда уходишь. В Мексику? В Мексику. Боже. Но я, конечно, не пошла, потому что если бы я пошла, меня бы оттуда… Нет, мы бы не пошли. …не очень быстро бы выпустили. Я до Трумаса поставила одну ногу туда, а другую ногу в сторону. А почему бы не выпустили? Одной ногой, ну там, так умеет она. А, это вообще мужики бы налетели? Нет, 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 ну что там. Так. Я поставила ногу одну в Мексику, а другая нога у меня оставалась в Америке. Так интересно, так потрясающе. Главное, чтобы хотя бы одной ногой быть. Я прилетала через… ну мы все летали через границу, но откуда мы видим? А когда ты видишь на земле реально вот эту границу, как она расположена, это, конечно, было вот какое-то ощущение, какое-то новизны непонятное. У меня в первый раз, когда мы летели в Мексику, было такое странное ощущение, вот когда мы летели, ну летишь и летишь. И вдруг пересекаем границу Мексики, в воздухе. Пересекли границу Мексики и ямы пошли. Ага. Это что, вам жизнь малины не казалась? Я думаю, неужели вот так прямо? Вот так. Ну хорошо, значит… Последнее слово. Сан-Диего, великолепный город. Как Лена мне сказала, я не перепроверяла ее, верю и на слово, Лена Подружкина. Леночка Подружкина. Вообще, какая семья поразительная. Я привыкла, говорю, так вы меня должны удочерить, потому что я уже у вас остаюсь жить. Мне так было у них уютно. Вот я была просто у них дома. Готовят вкусно. Особенно ее муж. Если честно. Но у Мексикина было некогда. Муж готовился. Ага. Слушайте, какой интересный мужчина. Вы такую рекламу сделали. Замечательно. Замечательно. Настолько добрее. Настолько просто. Добрее, что это не то сказать. Вот человек, с которым легко, уютно и приятно. Домашний такой. Хорошо. Они меня так и не усыновили. Пообещали, правда не усыновили, не дотерели. Ну ладно, посмотрим. У меня еще есть шанс. В следующий раз. Я к ним еще поеду, что я от них полечу. Так. Еще что хотела сказать про Сан-Диего. Красивейший город, красивейшие проливы, заливы, эти полуострова. Мы поднялись в гостиницу «Хаят», по-моему, на 40-й этаж, на 39-й. Ну, невозможно сделать. Это как? Я любила Сан-Диего, сказала, что… Останкинская башня, там эта площадка была. И грубо сказала, что я Сан-Диего люблю больше, чем Флориду. Мне посыпались. А, как ты могла продать? Я люблю Флориду всей душой. Это совершенно разное что-то. Но когда я увидела очарование Сан-Диего, особенно вот эти изрезанные скалы, когда на одну скалу бьет волна, тут какой-то пляжик, там какие-то котики, там какие-то камни стоят. Надо будет съездить посмотреть, потому что я-то знаю другой Сан-Диего, там такой городской. Очень. Я на пляжи не ходил. А там пляжи везде и всюду пляжи. Хорошо. А вы куда идите? В горы? Может, на материку? Конечно. Мы… Что значит «на материку»? Это полуостров. Нет, мы были только в Сан-Диего. Мы поехали… А может быть, мы и были в горы. Я не знаю. Короче говоря, она мне повезла в индейскую резервацию. Как там индейцы-то? Прекрасно. 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 И там у них в казино. Мы пришли в казино. А, то есть вы не к индейцам, а вы именно в казино поехали? Нет, мы к индейцам и в казино. Два в одну. Так. Мы там с ней сначала проигрались немножечко, там по копеечку. Потом мы решили зайти, просто решили зайти на секунду и выиграли деньги. Она и… И плюс к этому там разыгрывался белый, белый Мерседес. Мы зарегистрировались, мы на следующий день не поехали. Другой хрен с ним? Может быть. Да. Да. В общем, очень красивый. Тем более белый пачкается. Да. Очень много русских. Лена говорит, там чуть ли не 10% русских. Мы шли по городу… Много русской речи? Мы шли по городу, я везде слышала русскую речь. Я не поняла вообще. Я говорю, пора уже Сан-Диего русский язык делать третьим… Это прям как Сан-Франциск? Очень много русских. А в Сан-Франциск? Я не слышала русских вообще. В магазине девочек встретила и все. А там… Мы по набережной ходили вверх туристов много. И с одними разговаривали, с другими разговаривали, с третьими разговаривали. А вот дорога… Дорога из Сан-Диего до Сан-Франциско… Это днем проезжала или ночью? Да. Ночью. По какой? По какой? По 5-й, по 101-й, по какой дороге? Вдоль океана? Я ехала по 101-й. Сначала поехала вдоль океана. Я заезжала на все эти шикарные пляжи. Я заезжала в какой-то ресторан просто потрясающий, который стоит на берегу какого-то залива. Там тоже были котики. Там просто невероятно. И в первую жизнь оттуда вдруг пошла какая-то скала. Я выехала на скалу. Я никогда не водила машину по скалам. Никогда не водила машину в Ялте. Здесь это были мои первые вот эти горные подъемы. Я сейчас трухнула немножко. Ну так, благополучно забралась. И потом начались скулы. И потом такие горные перевалы. Я себе просто поверить не могла. Я так направо, налево, налево, направо. И тут смотрю. И вдруг я проезжаю какой-то мост. Ну вот. Куда мост? Две горы вот такие стоят громадные. И вот тут перегородка мост. И я когда посмотрела вниз, ощущение было, я не знаю. Ну когда мост проезжаешь, главное так смотреть. А я посмотрела вниз. Я посмотрела вниз, а там дна не видно. Ну конечно ощущение. Будете в Сан-Диего там по горам вы аккуратненько. Это уже на север от Сан-Диего. Это когда я уже ехала. По 101. По 101. Да, да. Только в Сан-Диего маленькая была гора. А потом когда я ехала на Лос-Анджелес, там пошли горы, горы, горы. А еще до Лос-Анджелеса. Да. А потом когда и в Лос-Анджелесе мы тоже ездили. Там такие горы было уже. Значит я тогда уточняю ребятам. Значит из Сан-Диего. Значит Людмила приехала в Лос-Анджелес и там пробыла сколько? Два дня. Два дня. И там зритель, да? Энтузиаст был. Да. Подписчик. Подписчик. Эдик. Эдик. Ой фукует. Ой прости пожалуйста. Эдик. Артур. Артур Трамп. Мальчишка вообще замечательный. Эдик не знаю. Это еще кто-то. У меня что-то нет. Не знаю. Мы его больше не знаем. Извините. Передайте. Извините. К слонам в дом раздается звонок. Слониха открывает дверь. Смотрит. Маленький такой комарик сидит. Извините. А ваша дочь дома? Нет. Ну передайте ей, что Эдик залетала. Хорошо. Может не весело. Мне было всегда весело когда этот Эдик. Значит это был Артур. Это был Артур Трамп. Я говорю ничего себе Трамп. Фамилия Трамп. Ну там была история. Он рассказал как он. Ну это долго рассказывали. У меня там будет видео с ним. Друзья. Чего только не встретишь в городе Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес не подавляет размерами? Не кажется, что через что? Абсолютно нет. Абсолютно не подавляет. Опять же там вот эти горы, горы. И вот это все в горах. Он меня возил везде. Мы поехали на кладбище, где похоронен Майкл Джексон. Я вообще... Народ какой-то был. Это просто парк. Никогда не скажешь, что это кладбище. Так вот такие вот. Ну это все надо смотреть. Просто лежат пластинки и написаны. Просто, просто красивый парк. На самом деле. То есть нет монументов. Просто плоско все. И так даже не видно. Там на разрешениях видно вот эти вот. Как будто кубиками выложены. Очень, конечно. Очень, очень. Но я хочу сказать, что Сан-Франциско меня, конечно, поразил своими... В Лос-Анджелесе, да. Есть особенные дома. Там хмарочос, как их называют. На украинской мове хмарочос. На английском. 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 Поворачиваясь направо. И пошли через горы. Но опять-таки я ехала не по горам. А я ехала между гор. Дорога между гор. Очень красивые. Холмы такие, боже, я ехала просто и лошадушки. Как я, она не выходила периодически. Нет, не выходила. И очень много виноградников, просто горы, покрытые виноградниками. И какими-то, ну, невероятные что-то тоже. То есть не горы, а холмы. Вот я ехала именно внизу. Там нет дегустации где-нибудь подождите? Наверное, было, но я же не могу. Я же не могу езжать. Ну, хорошо. Вот Калифорния, с точки зрения человека, который прочесал ее все там от Сан-Диего до Сан-Франциско на машине. Она что-то такое, просто какое-то место такое, ну, едешь и едешь. Это совершенно необыкновенное место. Я написала под видео, I love you, Калифорния. Потому что Калифорния, я обожаю Флориду, но я не могу не сказать, что я люблю теперь Калифорнию. Она просто другая очень. Абсолютно другая. Не просто другая, она абсолютно другая. Климат, конечно, ну, если сказать честно, климат, конечно, ну, просто климат потрясающий здесь, Калифорния. Потому что... А жарко сейчас? Это не жарко. А, окей. В Флориде это не жарко. Но здесь сухо, здесь сухая жара, не мокрая. Ну, не дышатся здесь так же, как мне дышалось я, например, в хорошей весной месяце. Я вообще хорошо дышу. И здесь удивительно, здесь нет кондиционеров. Если во Флориде без кондиционера жить просто невозможно, нереально. Потому что у нас бывает там, доходит там летом до 38-40 градусов. И плюс вот эта влажность. Цельсия. Да, и если ты без кондиционера, конечно, там просто сложно. Можно, конечно, жить, но сложно. Мы редко включаем кондиционер, но вот когда вот такие вот идут очень такие жаркие. Каждый год, когда бывают какие-то жаркие дни, идут какие-то репортажи, что вот в этих пенсионерских комьюнити, там какой-то старичок сердце не выдержал, или там еще чего-то. Я бы так не сказала, там, ну просто, ну просто некомфортно, когда ты, допустим, находишься дома, тебе нечем дышать. Нету, конечно. Если здоровый человек, мне, например, я... А вот океан же, вот вышел к океану, ты мне лучше? На океане всегда ветер, на океане, конечно, на океане не ощущается эта жара, и поэтому страшно, что можно сразу обгореть. От Орландо до океана что, там 5 часа-полтора? Да что ты? Медишь? 50 миль. Мне от дома до... Орландо — это центр Флориды, центральная часть Флориды. И мне ехать до океана ровно 50 миль, ну это полчаса по скоростной трассе. Это вот на восток, если... Это Ист, да, на восток. Или мне ехать час-полтора часа. Но принято ехать на Мексиканский залив, или едут все-таки на берег? Я не люблю, я не очень люблю океан, я люблю больше Мексиканский. Там теплее или что-то? Но единственное, что летом на Мексиканский залив ехать не советую, потому что вода горячая очень неприятно. Просто горячая вода, градусов 36, вода просто горячая. Заходишь, и горячая вода... Как же рыба, я извиняюсь, справляется. Я не знаю, как рыба справляется. Окей. Но зато зимой, естественно, зимой, что на Мексиканском заливе вода просто потрясающая, а в океане, ну, бывает прохладненько, в 17-17 часов. А вот это вот, что ураганы, там, это они где? За 10 лет я ни разу не видела ураганов. А где ураганы? Сезон ураганов начинается с 1 июня и заканчивается 1 ноября. Все ураганы формируются у территории, недалеко, недалеко от Африки, где-то там, у берегов Африки. И вот он раскручивается, идет, идет, и нас предупреждает. Нам говорят, что возможное направление урагана туда-туда, предсказывают заранее. Вот я когда приехала в 2005 году, шла Катрина. И она шла, видно, на Флориду. Да, помню, Катрина. Проходили все мимо, потом Сэнди был тоже мимо нас прошел. Мы в это время дом строили, и нам нужно было на крышу, там, ну, не черепица, материал. Так нельзя было купить, потому что весь материал пошел, ну, там, в общем... Пошел туда, на Луизион. Ну, да. И остались только какие-то очень дорогие, там, эти образцы. Вот мы его на крышу положили, потому что другого не было. Заставили вас думать, да, более богатые, более крутые. Не, ну, мы, собственно, не собирались там деревянную заклась, но все равно. Хорошо, значит, ехали мы, ехали, приехали в Сан-Франциско. Я наблюдал, что так как-то, значит, ты приехала, что вечерком оказалась там с шашлычком где-то на бережку. Да, да, да. У меня тут друзья, которые мне показали. Я говорю, я хочу сразу видеть этот мост, потому что у меня этот мост, опять-таки, почему я вообще приехала, почему я так давно хотела приехать. Ну, человек может сказать, ну, ненормально, но тем не менее, я терял этот манг, я обожаю этого манг, этого Тони Шалуба, я в сериал влюбилась. Я понимаю, я понимаю, что он там не живет, я понимаю, что он ничего в чем не имеет, но когда я видела, он стоит вот эту песню, поет, и вот эта вот, идет дорога вот такая вот. Почему-то мне так. Ломбард вот это. Нет, не вот такая вот, а она, дорога идет, и она как вот таким вот. Да, 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 это городские улицы. Да, да, да. Сраженное дело. Мне больше привлекло, конечно, вот именно вот это, потому что таких улиц я никогда в жизни не видел. Я сама выросла. Пришлось в итоге, пришлось в итоге поводить? Нет, поводить не пришлось мне еще. То есть вот. Я вчера первый раз вышла в город сама, я взяла, села у нас возле дома метро, я села на метро, и через 20 минут я была в центре города. А как получилось, что на следующий день после того, как вы вечером делали шашлык, утром вы оказались в винной долине и куда-то ехали на Сильмур? Или это не утром было? Это другое видео, я просто загрузила вино, загрузила видео до того сделанное. У меня есть видео из Сан-Франциско, еще не загружено все видео с Лены из Сан-Диего. Ну да, но вот из Сан-Франциско два видео было. Вот одно было с барбекью, а второе было как вот еду там по горной дороге. Не было вообще в Сан-Франциско. Еду по горной дороге, это где? Нет, это где-то. А, это я ехала от Лены, это я ехала из Сан-Диего. А, это не у нас тут? Нет, 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 это я ехала от Сан-Диего. Я не сообразил откуда ехал. Хорошо, нарушилась связь времен, прервалась связь времен. В Сан-Франциско удалось посмотреть? Конечно. Что там? Плюс я уже сказала. Город, конечно, поражает своей вот этой какой-то громадностью. Просто центр города, вот там где высотные дома. То есть многие русские люди мечтают побывать в Америке, именно на Манхэттене, потому что прочувствовать себя маленьким комариком, зажатым в эти вот громадные небоскребы. Я вчера то же самое почувствовала. Вот эти небоскребы сумасшедшие. Там есть пара кварталов, там их мало. Просто, и вот там только то, что улицы здесь шелутки. Ощущение было то же самое, что ты вот такой маленький комарик. Да, еще улочки узкие. Улочки узкие, а здания такие, что там уже темнеет на внизу. А какие здания? Здания треугольные. Я, собственно, спокойно отношусь к этому. Меня никогда не интересовало, я никогда этой темой вообще не интересовалась. Зданиями? Как это, господи боже мой? Real estate. Не, 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 не. Ну ладно, короче. И в итоге я, конечно, я вчера каждое здание вот так, я не могла оторваться, потому что... Архитектура. Архитектура, да. Как-то я не особо интересуюсь. Я когда была в Ленинграде, ну архитектура, ну да, ну как-то, ну да. Ну я не помешана на этом. Ну вот на Сан-Франциско, конечно, я просто не могла оторвать, оторвать глаз от этих зданий, потому что такое величие, такое какое-то изящество. А в Орландо что-то там есть? Есть, но там, ну, обычные здания, там может быть 20 этажей, не больше. Правда это? Ну, 25, не больше. А тут, я не знаю, где даже 130. А почему так? А в Орландо каких нет? Наверное, не знаю. Ну, что меня неприятно поразило, очень неприятно меня поразило в Сан-Франциско, то что очень-очень много этих грязных помжевельцев. На каждом шагу они спят на улицах. Они, я вчера одного увидела, буквально на дороге, спит на тротуаре, и ноги у него на проезжей части. И мне хотелось подойти и убрать ноги, потому что вдруг ему ногу переедут. То есть они спят кругом и всюду, это грязь, от них, конечно, вонь. Но это опять-таки ничего, хай себе там живут. Но они наглые, они же наглые. Если, когда люди просят милости, они просто там что-то положат, или там что-то там пойдут, что-то делают. Но они как бы, они глазами тебя просят что-то положить. А здесь они наглые. Я подхожу в чайно-там. Он попал вчера в чайно-там. Сидит какой-то, три струна, какие-то три струны, какая-то, какая-то чашка, не знаю. И вот он сидит бренчит на это. Я просто подошла рядом, вот так прохожу мимо, снимаю. Он мне показывает. А я просто, я даже не остановилась. Я просто шла, снимала и так на него камеру навела. И он мне тут же начал, он просто буквально требовал, чтобы я... Что за требования? Это вообще что такое? Иду дальше. Иду дальше. Прохожу мимо Starbucks кофе. Подходит ко мне такой, как его называют, афроамериканец, такой парняга. Я думала, он ко мне идет знакомиться, потому что он красивый, молодой. А оказывается, он бездомный. Он подходит ко мне и говорит, а купи ко мне чашечку кофе в Старбаксе. Извините, в Старбаксе, между прочим, чашечка кофе по наши доллары тянет. Ну, то есть, они не скромные. Ну, три пищи. Ну, допустим, есть три пища, есть шесть. Ну, то есть, если бы, допустим, я пошла что-то попросить, я бы скромна. Ну, купите, дайте мне кусочек денег, там, хлебушка, что-то. Я захожу в метро, опять же, ходят, это только ко мне три раза вчера подошли. А сколько же они подходят к людям? То же самое, в метро стоит 2,50. Я захожу в метро, и идет какой-то тоже хмырюга, такой непонятный. Абсолютно молодой. Видно, что он это. И он говорит, купи мне ланч. Он подходит ко мне и говорит, купи мне ланч. Он не говорит, дай мне денег на хлеб, он говорит, купи мне ланч. А ланч, это как бы, извините, это же полный обед. То есть, скромности, они, видно, разбалованы. Может быть, действительно, туристы им дают много денег, потому что много туристов. Но есть закон, который запрещает попрошайничать. Попрошайничать нельзя. То есть, ты можешь так как-то, там типа, spare change или что-то, спасибо. Но именно попрошайничать в прямом смысле в таком нельзя. Но они не просили денег. Один сказал, купи мне кофе в Starbucks. Хотя, если бы, допустим, он бы стоит возле McDonald's, там кофе стоит полтора доллара. Нет, он стоит возле Starbucks. И просит именно кофе. Ты понимаешь, бездомные без кофе прожить не могут. Он и просит на хлеб. Он и просит на хлеб. На водку просто. Я, конечно, была ошарашена и сразу вспомнила слова Жванецкого. Он говорит, у них же даже милостыню валютой дают. Не помню. Нет, я не слышал такого, но тезис правильный. Я хочу сказать, наверняка и неплохо живется вот этим бездомным. Ну, они, поскольку они в таком режиме даунсайзинга такого, да? Или как назову есть слово? Я уж не помню. В общем, короче, они так вот. Вот. И много не надо. Их никто не трогай. Если он там десятку-двадцатку в день, ему больше не надо. Ой. Я загрузила видео. Я, когда приехала в Санта-Барбару, прямо на пляже, я наткнулась на громадный, ну, такой большой В с дверью, такой настоящий дверь открывается, как в доме. Не вот так вот открывается, как в доме. Дверь открыта, и весь Вен у него какими-то игрушками обклеен. Короче говоря, какой-то музей. Весь Вен обклеен. Красиво сделано, молодец. Может быть, оно там, но далека смотрится потрясающе. Такое что-то. Машина какая-то. Таких машин я никогда не видела. Она просто-напросто оклеена какими-то салдатиками. Какими-то там. Попушка внутри или снаружи? Снаружи. О-о-о. Открыта дверь. И внутри у него кровать. Двух спальня с двумя подушками. Раковину, чтобы помыть. Нет, не раковина. Там печка. Печка газовая. И холодильник, кстати. Я туда тоже залезла. Такой парняга, лет, наверное, 45. С бородой такой чистенький, аккуратненький. Вот он там живет. И возле машины стоит глобус. В глобусе дырочка такая. И у него там везде любовь, любовь, любовь. Все мы люди, все мы братья. Все мы произошли от одного Адама и Евы. То есть у него вот это. Он подходит и начинает мне рассказывать, что мы братья и сестры и прочее, прочее, прочее. Вот он настолько, он настолько обаятельный какой. И вот плюс к этому вот это произведение искусства. Мне сразу захотелось. Я взяла ключи, пошла, открыла, положила ему доллар. Еще когда доллар положил, думаю, наверное, мало. Потому что, ну, хорошо он сделал. То есть мне прям вот хочется дать денег, когда вот. И я постояла с ним, наверное, не с ним. Я просто рядом, я там что-то снимала, там пока переоделась. Я смотрю, люди подходят, подходят. И я заметила, за 20 минут ему положили около 30 долларов. Это если по доллару положить. Ну, у него есть инвестмент в бизнесе. И он там, и он там целый день. По всей видимости, он знает моменты. Вот с 5 до 6 здесь, там, 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 там. Я хочу сказать, что вот этот бездомный, который живет в машине, он побокаче нас еще будет. Потому что в день меньше сутки он не зарабатывает. Я, Людю, вспомнил анекдот, как у православного храма сидят два нищих. И просят подаяния. И один еврей, а другой палестинец. Вот он сидит, значит, там обмотан. И люди выходят из храма. Палестинцу дают, а еврею нет. И женщина сердобольная. Ему говорит, Хаим, ну что ты сел тут? Ты пойди к синагоге. Тебе там, может быть, подадут. Но здесь-то ты что? Он говорит, спасибо бабушке, спасибо. Я посижу. Она уходит. Палестинца пихает и говорит, слышь, Абрам, она будет нас учить, как делать бизнес. Так что в этом бизнесе тоже, друзья, надо иметь навык. Ты прав, конечно. Во-первых, это как мысль ему такая пришла. Я всегда поражаюсь людям, которые умеют делать деньги с ничего. Это для меня всегда было какое-то вот… Я поражаюсь таким людям. И, честно говоря, вот даже есть некоторые аферисты, которые, ну, как бы никого не убивают. И даже ничего не воруют, но делают деньги. И вот их почему-то судят. То есть я бы давала им какую-то грамоту. Но мошенничество. Ну вот красивое мошенничество, когда оно… Есть красивое мошенничество. Но их судят. А грамоту отдельно дают? Нет, действительно есть. И вот этот человек, смотри, молодой парень, да? Он говорит, 20 лет он уже в машине в это, либо подобное. Ему работает, собственно, вообще… Возможно, у него есть где-то дом. Возможно, он живет в хорошем доме. Ну вот он выставил свою машинку, ходил рядом. У Диккенса был. Разговаривает с людьми, улыбает. Персонаж. Он уходил там во фраке, уходил в даунтаун, а там переодевался, садился и милости у него просил. Ага. И все думали, что он в офисе культурно работает. А он вот такой был, подаяние собирал и зарабатывал какие-то жуткие деньги. Вполне возможно. Ну вот сама идея, как… То есть у него была самая обыкновенная старая машина. Вообще, ничего с собой не представляешь. Никто бы даже внимания не обратил. Он из этой машины сделал просто произведение искусства. Не потому, что там ничего особенного нет. Он просто обклеил какими-то игрушками. И когда ты смотришь вот так вот, в общем, смотришь на эту машину, что-то такое здорово получилось. Классно получилось. Безусловно, он артистический по натуре человек. Иначе бы он не смог ничего такого сделать. Он сделал себе там домик и разрешает всем заходить. Снимает. Он говорит, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Потому, что он знает, что ему за это дадут деньги. Он ничего не просит вообще. Он просто разговаривает. Он говорит о любви всех. И человеку сразу хочется дать ему денег за то, чтобы поблагодарить. Вот за то, что вот… Ну да. То есть это такое побирательство в интеллигентной форме. Красивый, да. И он чистенький. Он аккуратненький. Горяк в туалет такой. Он говорит, а вон же кругом туалет. Дальше что у нас после Сан-Франциско? План какой? После Сан-Франциско мы летим на Аляску. В Анкорич? Да. Хорошо. Прилетели в Анкорич. Там нас ждут друзья. Там друзья. Они снимают RV. Это дом на колесах. Мы поедем куда-то в какую-то глухомань, на какую-то самую… Я не знаю. Я так понимаю. На какую-то глухомань, раз мы из дома уедем. И будем мы там ловить рыбу. Мы будем покупать лицензию. Многие люди, которые там живут, у них и ружьишка, и рыболовные снасти, и котирочек у них. Они будут охотиться на медведя, а мы, понятно, не будем охотиться. Но рыбу мы будем. А что им с медведем-то? Ну, допустим, завалили медведя и что? Я людей не видела, честно. Не знаю. Я потом там все спрошу, расспрошу и все. Я оттуда обязательно сделаю медведя. Обязательно. Ну, грустно. Шел все медведи, никого не трогал. Ну, видишь, дело в том, что у нас в Орландо тоже сейчас. Это необходимость. Это возникла необходимость, отстрелять медведя, потому что мы слишком много раскладились. Мы говорили про охоту на медведя. Что там медведя? Пойду-ка я завалю-ка я там мешаньку какого-нибудь. А рыбалка там будет? Ну, конечно. Конечно. Нет, я, конечно, никогда, у меня рука не поднялась. Я, когда комара убиваю, мне так становится совестно. Стыдно. Ужасно совестно. Боже, оно же бедное. У мамки там где-то там яйца там развивалась. Потом... У нас сколько крови, а мы жили. Мне жалко, конечно. Ну, я, конечно, убиваю комаров не без этого. И мух иногда пришлёпываю. Но как-то вот в душе немножко... У меня мама постоянно ловила и выбрасывала. Комара. Комаров. Так поймают, тихонечко отписывают. Мух. Комаров, конечно, шлёпнешь, так уже шлёпнешь. Поэтому, конечно, охотиться никогда не буду, но... А какой план после этого дела? То есть, я понимаю, что такая жизненная ситуация, что встряска не нужна, и как-то так развеется, и какую-то страничку перелистнуть. Ну, вот съездила, потом чего? Потом возвращаюсь в Сан-Франциско, несколько дней в Сан-Франциско. Потом я беру машину и еду к Лене, опять в Сан-Диего. На машине уже? Да. Я там у неё останусь, но она теперь и ночует. У меня в 6 утра, в 6.20 у меня самолёт. Вернулась во Флориде? Не знаю. Дальше не знаю. То есть, пока нет плана такого-то? Дальше. Чёрная дыра. Не знаю. Ну, чем заниматься, нет вопроса. То есть, вы снимала себе видео и снимаем? Или что? Ну да, нет. У меня есть чем заниматься. Дело в том, что я, может быть, ещё задержусь здесь. Не знаю. Потому что мне в Орландо надо возвращаться, потому что у меня скоро появится внучка в конце октября. Но до конца октября... Девочка? Мона. Маленькая девочка будет Мона, да. Так. Но это не первая. Это у меня у сына дочка будет. У меня у дочки моей сыно... Ой, ну да, сыночек. То есть, моему внуку скоро будет 20 лет в ноябре. Он выше меня, у него 2 метра 2 сантиметра рост. Ничего себе пугай какой. Да. Девочки-то есть у неё? Ну, много. Ну, с таким ростом получается. Есть. Они там все внизу. Как без этого? Да, так. Как без этого? Ну, то есть, не страшно 2 метра можно жить. Есть ли жизнь при росте 2 метра? Есть. У сына 2 метра 7 сантиметров рост. А в кого? В меня? У меня метр восемьдесят три. У меня мама высокая была. В кого? Вот в того. Я вот метр восемьдесят шесть. У меня нет таких. Папа был маленький у меня. Дюймовочка. У папы ножка была тридцать девятый. Мамы сорок первый. И у нас у всех у нас пошли все. Дети, 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 дети. И все сорок первые. И все вот такие вот. И дочка моя. Дочка такая же как я у одного роста. У меня сын высоченный, внук высокий. Дочка моя. Если бы вчетвером пошли где-то, то была бы стена идущая. Шагающая стена. По деревне мы пройдем, никому не пристаем. А дочка еще носит каблуки 12 сантиметров. Вот такие вот. Еще раз. А своих у нее сколько? У дочки? Да. Один сын, вот ему будет 20. Нет, нет. Рост. У дочки, как у меня, метр восемьдесят. Плюс одиннадцать сантиметров. То есть такая внушительная. Она у меня каблуки, ты что? Она говорит, я иду, всех вижу вот так. Москвой всех. Друзья, если вы встретите девушку на высоких каблуках. И самую рослую. И самую красивую. Особенно в Ялте. Особенно красивую. Знаете, что она видит вас насквозь. Это моя дотя. Она видит вас насквозь. Вот. Ну хорошо. Что же. Я думаю, мы там поговорили об этом. Поговорили. Там на наши темы. Порасспрашивали. Абсолютный экспромт. Мы вообще не договорились. Миша сейчас отвечал на камеру. Я говорю, Миша, ну что тебя спросить? Я даже вот честно не знаю. Как-то мы на камеру такие смелы. Мы... Знаешь, что произошло? Я когда в Ютьюбе отвечал на сообщение, я дал свой сотовый. Но явный месседж не дошел. Потому что, значит, когда Людмила позвонила, я выслушала, что она этого не видела. И сотового моего не знал. Я тебе звонила вот то, что ты мне дал. На офисный. А я писал месседж. В личку написал. Вот. Короче, получилось так, что я думал, что Людмила уже вообще уехала. Судя по тому видео, которое там я смотрел. Я звонил. Майкл. Как ты говоришь? Майкл. Майкл Спикин. Майкл Спикин. Это рабочий телефон. Потому что звонят, референсы просят. Я говорю, Майкл Спикин. Чтобы официально. Вот. Но и номер такой тоже странный. Из какого-то номера непонятного. 407. Ну. Орланды. Нет. Там какой-то Иван, там не Иван. Какое-то русское имя там было, я не понял. Не может быть. Точно. Я говорю, на определителе было какое-то русское имя. Иван? Аааа. Тип Сердюхов там. Не-не-не-не. Иван это мой сын проплачивает телефон и телефон на нем. Это на моем сыне его. Ну. Хорошо. В общем, короче, такой номер. Мало ли что, кто звонит там. Так. К чему я говорю? Что достаточно спонтанно. То есть, я сбросил адрес в смс. Я хотела приехать, вообще ведь не звонить. Я стала искать школу Михаила Портнова. Тысячу сайтов вылезло. Адреса никто не дает. Я хотела просто... Портнов.com. И там адрес. А ну, я же не знала Портнов. Я набираю школу Михаила Портнова. Адрес. Нет адреса. Нет адреса. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Да, правда. Ну, я вообще на работе сегодня-нибудь. У меня вообще выходной сегодня. Я бы завтра приехал. Я думал, приду. Я бы домой поехал. Резюме каких-то попишу. Попросила богатый спектакль домой. Вот. А так у нас сегодня такой творческий день. Богатый. Вот мы... Прошу прощения, конечно. Думаю, Света бы как... Я, кстати, тебе написала, что хочу с тобой со Светой. Да, да. Я помню, да. И это самое... Да, потому что хотелось бы со Светой... Потому что очень интересная жизнь. Ну, в конце концов. Очень интересная жизнь. Она там сейчас носится по каким-то делам своим. Ну, понятно. Да. Поэтому... Еще не все потеряно. Еще будет обратная дорога. Там мы посмотрим. Значит... Что там у нас за экспромты дальше? Не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я когда сама перед камерой, я села и меня понесло. А тут какой-то контроль определенный идет, потому что я не одна. То есть я ответственна за тебя. То есть я не могу тебе что-то лишнее, может быть, спросить. Если бы мы были без камеры... Да, пожалуйста, можно спросить. А ванну в голову у меня заблокировано все. Мы так с мам-сын, когда она приехала, и мы говорили, что одно видео, значит, я задаю вопрос, а другое видео она. И мы сели, и она должна задавать, и не задает. И я уже сижу... Блокировка идет. Блокировка идет. То есть я как бы... Вот все, у меня все... Да. Тогда я привык перестан. Как вы, Михаил, докатились до такой жизни? Скажите, пожалуйста. Вот что вы вот так вот... Потому что по наклонной плоскости. Потому что однажды вступив, ты уже катишься, и катишься, и катишься. Вот. Главное подойти к тому месту, где начинается наклонная плоскость, и там уже все. Вот подойти к месту, где начинается наклонная плоскость, можно двумя путями. Первый путь, ты сознательно ищешь это место и туда идешь. Второй путь, ты говоришь, там виднее, они меня доведут до нужной плоскости. Сто процентов. Я не успею загадать желание. Я не успею сказать вселенная, а вселенная мне все это дает. Вселенная? Вселенная. А, вселенная. Удивительно, просто удивительно. Только надо обязательно... Канал, значит, сильный такой. Обязательно говорить до тонкостей все, что тебе надо, иначе может быть маленький прокольчик. Да, да, надо четко формулировать, конечно. Вот так вот и докатился, но... До такой хорошей жизни. Знаешь, есть такой анекдот, как собрание там идет где-то, и там вызывают, комсомольское что ли, там, не знаю, там вызывают девушку и говорят, вот, расскажи ведь Нюра, как же так? Говорит, у тебя, значит, отец-передовик производства, мать-ударница, значит, там, братья, сестры, а ты, говорит, валютная проститутка. Говорит, как же, как ты докатилась до такой жизни? Говорит, она выходит, говорит, ну что сказать, девчонки? Повезло! Ну вот, поэтому... Ну, ты на что-то веришь, ты веришь в то, что вот есть что-то, то, что, ну, как говорят, судьба уже прописана. Есть вещи, которые... У тебя были случаи, я перебью, у тебя были случаи, когда ты понимаешь, что не ты, не ты это сделал, то есть, когда ты понимаешь, что вот конкретно в данной ситуации кто-то был послан тебе вот для чего-то, для конкретной цели. Это постоянно происходит. Это вопрос просто интерпретации, то есть, один человек говорит, там, right place, right time, right people, там, и так далее, а другой говорит, это вот я молился, и мне Господь услышал мои молитвы. Это же, это же вопрос такой. Но, безусловно, постоянно происходят вещи, которые выходят за рамки такого простого, грубо материалистического понимания, то есть, может быть, там надо более тонко понимать. Ты понимаешь, что западений не бывает в данной ситуации? Ну, у меня вот была тема такая, я как-то на эту тему видео делал, на меня многие обиделись, я им сказал, что есть люди, которые верят в Бога, а есть люди, которые верят, что в Бога нет. Они, как бы, считают себя носителями некоторого знания, объективного, объективного знания, которое позволяет им сказать определенно, научно, что Бога нет. И я говорю, что вы верите, что вы обладаете этим знанием. Разница в том, что эти люди верят в Бога, а вы верите, что вы знаете, что его нет, но вы верите, у вас ничего нет. Ну, если ты помнишь советскую власть, хорошо, то они, значит, такую веру насаждали, что это, марксизм, это научное учение, что они точно знают, какая экономическая, значит, там, общественно-политическая формация сменяет какую, да, вот там, коммунизм, там, они вот там определяли, там, или что-то. И вот вся эта наука, вот я очень люблю историю, когда Маркс, молодой, Маркса не знал еще никто тогда, и он встретился с Бакуниным, который тогда был большой анархист, и вся Европа его боялась, его там, как-то он такой, значит, террорист, анархист. И вот Бакунин его выслушал внимательно, концепцию марксистскую, и сказал ему, если вы когда-либо придете к власти, сказал он, вы неминуемо придете к принудительному труду. Понимаешь, насколько гниль этой научности, понимаешь, гниль, она была выпиющей, и вся ее научность была обусловлена тем, что границы закрыты, те, кто в состоянии что-то сказать, сидят в тюрьме, или расстреляны. И вот тебе вся научность. Легко быть научным в такой ситуации, понимаешь. Поэтому... Ну, как Лысенко в свое время тоже задавил все, все на корню. И сколько таких, сколько было таких ученых, лыжеученых, или тех, кто просто считал, что я знаю больше всех, лучше всех, а все ваши теории, извините, идите в вас. Ну, правильно, а кто не согласен, Владимир. Конфликт зачастую от религии и науки происходит от такого убогого восприятия религии, когда читают буквально какой-то текст, и там видят Бога в виде дедушки, сидящего на облаках, и говорят, космонавты летали, дедушку не видели. Я помню, нам в школе рассказывали. Понимаешь, вот это вот борьба с религиозными воззрениями и так далее. Но если уже пойти туда, как бы, глубже к этому делу, да, туда совсем... То есть есть же теология, есть серьезные какие-то вещи. Но это тоже, опять-таки, это только лишь предположение, это только лишь... Ну, мы не знаем. Ну, нет, не сказать определенно, вот, допустим, там, про дедушку можно сказать определенно, что на облаке никто не сидит. Вот это понятно. А где первопричина? Нет же ответа определенного. То есть есть разные точки зрения, есть разные, опять, веры. Это один верит, вот в это другой верит, в то. В день первый разделил свет и тьму. А до этого что было? Поэтому, опять, это можно понимать совершенно материалистично, вот там, как это называется, свет и тьму. А можно понимать метафорически, метафизически. И можно написать там миллионы страниц трактатов, что именно разделил Бог, разделяя свет и тьму. Правда, это же. Рано или поздно возникает чувство, что будет, вот меня не будет, что будет. Будет та же земля, будут те же здания, те же моря, все, меня не будет. Как это меня не будет, как это я не буду видеть всю вот эту вот красоту. И какая-то горечь проявляется. И когда ты понимаешь, что ты можешь реинкарнироваться, это становится легче просто морально. Улыбаюсь. Ну, это очень древнее знание. Но есть же очень много доказательств того, что существует эта рейнка. Хотя, опять же, это... Ну, есть человек трехмерный, да, вот там, когда у него есть физическое тело, да, соответственно, есть у него там дух и энергетическое тело, душа вместе. Поэтому, значит, вопрос такой, вот когда физического тела больше нет, да, это все или там вот этот дух, душа, это дух вместе с энергетическим телом, они куда деваются? Они, их никогда не было, это просто как бы такая функция мозга? Или это вот нечто, что, допустим, подбирает себе какую-то следующую жизнь, там, ему открывается книга жизни, когда он заходит в это тело, там, он, так сказать, должен какую-то функцию свою там осуществить? Это эзотерический, как бы, взгляд, и все основные религии в той или иной степени имеют серьезный эзотерический компонент. То есть, как только мы начинаем отвечать на вопрос, а что после смерти, да, вот уже пошла эзотерика. И, ну, мы не знаем, я не вижу, вот я не могу прийти на кладбище и увидеть там, вот, допустим, душа. Я почему-то начала разбирать, потому что мне ужасно обидно, я когда еду, вижу вот эту всю красоту, и я понимаю, что когда-то меня не будет, и я не смогу видеть всю эту красоту, и вот просто вот какая-то боль внутри возникает, ну, столько неувиденного, столько неуслышанного, столько недосмотренного, и думаешь, боже мой, вот там сколько-то там, ну, лет еще 100 осталось, например. Как хочется все это посмотреть, как хочется все это увидеть, все потрогать, все попробовать. Ну, для этого так вообще не надо возвращаться на землю, для этого в двумерном состоянии. Все проще, потому что в двумерном состоянии ты одновременно всюду, ты, как бы, у тебя нет там места пребывания. Давай, может быть, знаешь что, давай пару слов, может быть, про наших зрителей, подписчиков, про тех людей, которые каждый день ждут сюжетов, и смотрят, и лайки ставят, и комментарии. Иногда они не ставят, и не комментируют. Иногда человек пишет, я вот два года вас смотрю, там, вот, первый раз пишу комментарий. Таких людей очень много, и я хочу сказать, что, когда какой-то негатив, связанный вот с этим блогингом, появляется, он появляется постоянно, как бы, достаточно часто, то я вот думаю про тех, кто нас ходит и смотрит, и любит, и хочет нас видеть, и так далее. И я думаю, вот про них, я думаю, мы же для них это делаем, а не для того, чтобы там какой-то душевно больной человек, там, допустим, вдруг выздоровел и перестал делать то, что он там делает. Поэтому, я думаю, что надо, может быть, мы не договариваем и не додаем нашим вот зрителям, я не знаю, вот я про себя-то больше. В том смысле, в каком мы неблагодаримы, может быть, так часто, и неговоримы вот тех слов, которые говорим там любимым, девушкам, может быть. А есть такие, что любимые девушки не скажут? Есть такие? Есть, конечно. Есть. Вот, а мы фактически к блогерам, к зрителям нашим обращаемся, и мы говорим, что мы их очень любим, и мы для них стараемся, и думаем, думаем о них. Это алаберды, 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 да, продолжай. Ну, сейчас я сначала начну с кого? Те, кто помог мне в этой передаче. Я, конечно, могла себе взять гостиницу, там, все это прочее, но, во-первых, это, конечно, большие деньги-то, во-вторых, это, я не знаю, города, кто бы мне его показал. Я когда приехала к Лене Подружкиной, они мне представили отдельную комнату, отдельный туалет с ванной, с ванной из души. Они меня завтракали, Камиле Леночка, завтраки не ем, они меня научили кушать завтраки, такие вкусные. Они мне показали весь город, они мне столько рассказали, столько информации дали, что ни один туроператор, ну, как бы, ни один гид этого не сделает. То есть, они открыли мне вот эту южную часть Калифорнии, просто я увидела ее, не просто увидела, я еще много об этом услышала, и все это прочее. Когда мы говорим, что громадное спасибо, любовь пламенная, и все это прочее. Дальше, когда я приехала в Лос-Анджелес, в Лос-Анджелес меня встретил там вот этот Артур Трамп, мальчик тоже. У меня было несколько приглашений, вообще у меня было 64 приглашения по всей Калифорнии. Хорошо. Там есть Наташа, Наташенька, такая вообще замечательная, 7 июля тоже рожденная, как и я, не буду говорить, наш 100-й год, нам 100-й по 21-му. Она же и вот забыла, как город назвать, но это ехать, это между Лос-Анджелесом и Лас-Вегасом. Там есть ранчо, она говорит, у меня муж настоящий, как бой. Не знаю, не могу сказать точно, настоящий, как бой, говорит, приезжая у нас ранчо 11 тысяч акров, 11 тысяч акров. Боже. Тысячи быков, тысяча там чего-то, чего-то, 20 собак, чего-то еще приезжая. Это 5 тысяч гектаров. Это, она говорит, приезжай, ты просто, я так хотела к ней поехать, я еду, потом не получилось у меня поехать. В общем, многие девочки, кому я обещала приехать, я не приехала, потом тоже, ну, многие девочки писали, я переписывала, говорит, ну, у меня не получилось. Могли бы быка зажарить. Да, могли бы, могли бы. И, конечно, громадная благодарность тем, кто меня реально приютил, дал мне кров, дал мне там кроватку, дал мне там, рассказали, вот Артур, опять же, показал мне весь, показал мне весь Лос-Анджелес. Я поехала бы где-то, но я бы, он мне показал главное, он мне показал самые жемчужные, только сегодня это видео загрузило. Ну, здесь тоже мои друзья, опять же, громадное спасибо. И когда я приеду обратно, я снова приеду, я не так далее. Это тем, кто, с кем я конкретно столкнулась, с кем я еще не столкнулась, обязательно сюда еще раз приеду, обязательно каждому позвоню, мы где-то встретимся. Я нахожусь здесь, в Сан-Франциско, еще 10 дней, поэтому, если кто-то, еще 10 дней, да. И, поэтому, если кто-то там, у кого-то есть желание, пишите мне телефончики, номера, созвонимся, где-то в центре города встретимся. Если у кого-то есть машина, с тобой с ним покатать, потому что я без машины, я завершу. А какой план-то, вот, 10 дней чего делать? Никакой. Просто enjoy it life? Просто не жить в Орландо. Окей, хорошо. Да, и, конечно, посмотреть. Я хотела взять машину. Селиную долину поезжать. Да, поедем везде, да-да. Зачевать там можно даже. С удовольствием. Короче говоря, что еще хотел сказать? Это тем, кто конкретно приютил, обогрел, обогрел, обобрали, помнишь? Да, да. Это шутка, конечно. И плюс, опять же, громадная благодарность всем, кто смотрит, всем, кто, особенно, когда мне пишут, кто меня любит, ну вот, человека я вообще в глаза не видела. Вообще знать не знаю. И вообще, ты вижу, там, Наташа, там, летом, какие-то, просто какие-то глупки. Человек мне пишет, я тебя люблю ли, я вас люблю, я вас, вот эта вот энергетика ощущается, честно, так ощущается. Я не отвечаю на комментарии, прошу прощения, во-первых, очень много, ну, у меня с глазами проблема, но не буду говорить, где я отвечаю. Ну, хорошо, я на одноклассниках отвечаю и на фейсбуке я отвечаю. Ну, тоже не плохо. Даже если, там, если что-то такое вот сердечное, конечно, что-то напишу обязательно. И, опять же, мне часто пишут, мне письма иногда пишут, но если распечатать, это будет 8-10 страниц, потому что такую боль, такую боль иногда, это бывает редко, но такую боль иногда просто вот, вот видно, высказать некое. Может, подружки нет, может быть, мамы нет, может быть, и вот она как-то увидела меня, что-то прочувствовала, поняла, что вот мне можно, мне можно сказать. Мне такие иногда письма приходят, я читаю, у меня слезы на голове, я, конечно, отвечаю. Молодняк пишет там, совсем маленький. Мне писали, я уже много раз говорила, мне писали уже, я немножко, конечно, боюсь таких людей, вот за все эти годы мне написали 4 человека, ну, в разное время, которые хотели покончить же самоубийство. Ой, Господи, такого у меня не было. Да, было у меня такое, а первая женщина мне написала много лет назад, она говорит, мне, я пришла к моему невропатологу, или как, к психиатру, психологу, как сказать, я не знаю, как, ну, врач, который ходит. Да, в общем, по голове. Да, 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 и говорит, она посоветовала мне смотреть ваш канал, мне так было прикольно, как здорово. Так что, есть, да, 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 и потом вот эти вот, ну, в разные годы мне вот 4 человека написали, двое из них были подростки, мужчина и женщина. Было такое, действительно, было, и говорят большое спасибо, все, я говорю, уже был на грани, все, уже просто был на грани. Попался на какой-то, на какой-то фильм, я говорю, как жизнь прекрасна, как жизнь, как удивительно, что плюйте на все, забудьте обо всем, простите всем, живите своей жизнью, там, сколько там той жизни осталось, она такая короткая, наслаждайтесь каждым, там, кусочек хлеба ешь, понюхай кофе, понюхай сначала, насладись запахом, потом уже в рот положи, потом рожу и тоже попробую. Мы же что, мы же кушаем, читаем, смотрим телевизор, надо же, мы же не читаем, не пишем, когда мы занимаемся любовью с любимым человеком, правильно? А как можно кушать и читать, там, и вот, оно же теряется вкуп. Я думаю, что некоторые, они могут, во-первых, вообще не заниматься этой самой вот, любовью, только в компьютере сидеть, а другие могут одновременно и любовью, и думать о своем. Я, например, когда прихожу, мне делают маникюр, либо педикюр, ну, маникюр, сама педикюр делать, я прихожу, я снимаю очки, у меня массажируется спинка, я сажусь и просто я, я стараюсь сконцентрироваться на том, что я ощущаю, когда мне пальчики трогают, когда обрезают, ощущения невероятные. Кто-то говорит по телефону, кто-то читает книгу, как в такой момент можно упускать такой, когда идет вот это соприкосновение, или когда тебе делают массаж, обожаю массаж, как в этот момент можно с кем-то говорить по телефону? Надо полностью ослабить, получить удовлетворение. Я хожу раз в неделю на футмассаж, когда начинается, потом немножко по всему телу проходит, но начинает, начинает вообще с лица, с лица, потом на стопу переходит, и все. И вот эти вот мои занятия, там, последние три года, я уже там, кое-что там, ну, как-то узнал, там, про меридианы, там, эти точки, всякие и так далее, и я уже, я вижу, по каким точкам они идут, там, по каким меридианам, это с одной стороны. С другой стороны, из того часа, который этот массаж, 30 минут, я ловлю себя на том, что я не могу отключиться от тех мыслей, которые у меня весь день в голове. Да-да-да. Я думаю, что же я тут сижу-то вместо того, чтобы, понимаешь, там, раз, а он в то время, там, тут и там. Ты понимаешь, что надо отключаться, то есть ты уходишь на две минуты, и все равно на пять минут ты заходишь сюда на эти ощущения. Ты ловишь эти ощущения, просто эти ощущения тебя расслабляют, и что тебе? Я балдею, 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 это я как массаж, вспомнил про массаж, так раз по точкам, по точкам пошло, и я заболел. Это мы начали за тех людей, которые нас смотрят, пишут хорошие комментарии, которые пишут, пожалуйста, делитесь, пишите письма, какие хотите. Опять-таки, если наболела, бывает такая ситуация, что, ну, просто действительно никому рассказать. У меня были такие ситуации, что просто никому рассказать, и поэтому, ну, вот, вот, если выбрали меня в качестве, ну, в качестве, вот, кому можно довериться, пожалуйста, доверяйтесь, я об этом никогда не расскажу, никому не скажу. Если я приведу пример, то я не назову, естественно, не имени ничего, тем более, что мы незнакомы. А как легко делиться наболевшим с незнакомым, помнишь, в поезде была какая-то же притча, как легко, как просто поделиться вот наболевшим с попутчиком. Сейчас откроет душу мне солдатик, там-тюр-дюр-дюр-дюр-дюр-дюр-дюр. Как, а, матросик в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняшечке. Да, сойдет на станции и распрощается. И распрощается, вагончик-то вагончик. Давай, может быть, знаешь, что скажем? Давай, может быть, скажем пару слов людям, которые обижаются. Потому что кто-то обижается... А на что? Ну, неважно. Нужный анекдот. Ну, да, да. Микола, иди-ка, я в москалей постреляю. Да. А в другой, они тебе. А мне за что? Да. Так я спрашиваю, за что? А мне за что? А мне и то за что? А мне и то за что? Да. Но я думаю, вот что. На самом деле, поскольку люди все живые, они эмоциональны, и они какие-то вещи могут принять на свой счет, или какие-то вещи они могут, например, считать, что надо было... Какие вещи? Сегодняшнего разговора? Нет. Просто вообще все, что мы говорим, каждая фраза. В наших видео. Да. Любой блогер, когда он что-то говорит, и кто-то его смотрит, кто-то поймет его правильно, кто-то поймет его неправильно в негативном плане, кто-то поймет его неправильно, но в позитивном плане. Это еще функция самого человека, который смотрит. У него свои фильтры ставят. Но я хочу сказать, что те люди, которые рассказывают что-то, у них нет задачи кого-то обидеть. И у них, наоборот, задача приободрить, на самом деле. Приободрить тех, кого нужно приободрить, кто, может быть, чувствует себя неуверенно, у кого какая-то слабость, может быть, и так далее. Мы делимся вот этой вот энергией, и мы какие-то суждения постоянно высказываем. И, понимаешь, мир поляризованный, вот одна и та же, не дай бог, там Крым или Донбасс или что-то, понимаешь, не важно, что ты скажешь. Это не имеет никакого значения, что именно ты сказала. Но ты сразу создаешь очаг, понимаешь, сразу взрыв начинает, сразу эмоции пошли. И я хочу сказать, что тем, кто нас смотрит и других блогеров смотрит, отнеситесь к тому, что люди говорят, как бы, так, какой-то некой такой абстракции. Это не направлено ни на кого. У человека какие-то свои переживания. Блогер, у него тоже свои переживания. Иногда еще угокие. Да, и людей, у которых, как сказать, мнений очень много. И, скажем, если, я не знаю, там тебя на канале даже 500 человек тебя посмотрели, да, и там, может быть, 200 человек думает так, 100 человек им по фене, а еще 200 человек там они сейчас возьмут и отпишутся. Ну, условно. Отписывается мало народу. Больше там. Я даже никогда за ними слежу. Ну, больше они там могут комментарии какие-нибудь, или там, дислайки поставить, там, или что-то. Я к чему говорю, фильтруйте негативную реакцию на вещи, потому что в мире много всего. Вот есть такая там шутка, что, хохмочка, что жена мужа говорит, Вася, говорит, ну, что ты не спишь? Он говорит, ты пойми, Мани, говорит, сегодня в интернете кто-то был неправ. А он не спит. Поэтому, ну, не берите, не берите, не берите. Миша, это бесполезно. Вот эти там горстки этих хейтеров, они, это бесполезно. Я не про них. Это больные. Я про здоровых говорю. Просто люди, которые смотрят, слушай, вот у меня там человек у него, он там готовит, да, на экране у меня. И у меня там вода в кране течет с тройкой. И женщины, много народу возмутились тем, что вода течет. Я по советской привычке, я помню, что никто вообще внимания на воду не обращался. Ну, в Крыму там... Нет, так это твои деньги. Пусть тебе течет. Это же твои деньги текут, не читают. Ну, дело не в этом. Ну, просто люди говорят, как? Вот он, я отписываюсь. Ну, отписывайся. Конечно. Но просто, я к чему говорю, спокойнее. Ну, что ж такое-то. Все живы, все здоровы. Там, ну... А он еще и повар профессиональный. Ну, то есть он, понимаешь, это один... Ну, либо мы все одинаковыми, мы бы со скуки сдохли бы уже, если бы были все одинаковые. Слава Богу, что есть и такие, и такие, и такие. Поэтому нормальным людям я пожелаю счастья и здоровья. А психбольным людям я пожелаю скорейшего выздоровления, если это вообще возможно. Все? Чего? Как по-другому. Ну, как по-другому. Да. Ну, что же, хорошо. Я думаю, что мы так уже... Что, расстаемся? Обширно, да. Давай мы тогда с ребятами... Давай уже пусть пока батарейка несят. Да. Ну, в данном случае... А тебе же надо идти за ним. Мы в сети. Да, у меня урок скоро будет. А, все-все-все. Вот. И мы тогда со всеми попрощаемся. И пожелаем им успехов во всех начинаниях. И здоровья, и в семье, чтобы хорошо было. И там и на работе. Ну, и так вот. Приходите, смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии хорошие. Как вот есть что-то доброе на уме, бегите сразу и пишите на добрые комментарии. Пишите все уже, там уже все утрясется. Да, если что, можно и утрянуть. Да. Хорошо, ну что-то мы помашем в ручку и скажем пока. До свидания. Было очень приятно встретиться с Михаилом. Спасибо большое. Взаимно. Я, собственно, я давно уже имела о тебе определенное представление, что ты такой вот душевный хороший. Ну, не стало хуже. А то, знаешь, некоторые говорят, он в жизни не такой, как в кино. Я тебя когда встретила, первое впечатление, как я ребенка встретила, мальчик. У тебя такое лицо прям вот мальчик. Сейчас немножко попривыкла уже. Да. Так удивительно. Ты на камере выглядишь немножко постарше. Вообще в жизни. Когда я видео смотрю, там, пятилетней давности, я говорю, боже, какой молодой ты был, господи. И волосы, и кудри, и там. Да ладно тебе жаловаться уже на кудри. Ну. Ага. Не, ну мне для дела это не нужно. Не, ну так что жаловаться? Мне для внешнего вида просто. Хорошо, друзья. Значит, мы расстаемся на том, что и там ближе к 60 жизнь продолжается. А ближе к 80 еще дальше продолжается. И еще лучше будет жизнь наша. И к 80. А когда нам будет 100 лет. Да. Мы отрапортуем оттуда. Мы пойдем с тобой на Эверрест заберемся. Да. Покорим. И прыгнем с парашюта. У нас, кстати, столетние старички в Паврицке, они многие встречают 100 лет, они прыгают с парашюта. У нас там есть, где можно прыгнуть с парашюта. А, ну на Эверрест не идут. Не, не, не. И почти, ну кто-то идет. Ну а прыгают с парашюта очень многие, вот столетние бабушки, дедушки, прямо все время по телевизору показывают. Так что. Вот на этой высокой ноте, друзья, мы с вами и прощаемся. Спасибо, до свидания. Будьте здоровы, самое главное. Будьте счастливы. Берегите себя. Жилья ловится. Будьте здоровы, спасибо. Будьте здоровы, спасибо. Будьте здоровы, спасибо.